Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вообще, как мне кажется, основная проблема в том, что вы в какой-то степени застряли, как мне кажется, в чувстве стыда. То, что лично мне видится. Вы застряли в чувстве стыда за то, что все с вами произошло в детстве. Вы застряли именно в этом чувстве стыда, как мне видится. И в нем пребываете до сих пор, как это вот не парадоксально, если бы читала, но до сих пор пребываете в этом чувстве стыда. И до сих пор у вас, видимо, не получается ту ситуацию, которая вот произошла с вами в детстве, не получается ту ситуацию отпустить, не получается ту ситуацию принять. И вместе с этим, вместе с этим, не получается, и себя тоже. То есть, есть такое вот достаточно серьезное у вас отрицание. Себя. Себя самого получается достаточно. Достаточно сильно вы себя получаете отрицать. Вот. Что, конечно же, не может мне сказываться вот на все остальное ваше жизни. Как мне это видится, как мне это представляется, как мне это ощущается. По крайней момент. Значит, ну, как любое, в принципе, любое насилие, в принципе, травма и дефицитской вины и ощущения беспомощности и, значит, истык определенный. Вот. То есть, здесь достаточно много, достаточно много всего. Окей. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, нужно с этим работать. То есть, нужно, чтобы вы прожили страну свою, которая вот у вас была, которая у вас, скорее всего, есть до сих пор. Вот. Прожить ее, спустить ее. Вот. И в целом уже тогда смотреть, как можно было бы вам двигаться дальше. Да. И тогда, мне кажется, что, в первую очередь, это чувство стыда. Во вторую очередь, это в целом отношение к себе, в целом такое вот обоценивание, обвинение, агрессия по отношению к вам, к себе. Даже, ну, вас это чувствует в том, что вы себя наказываете. Знаете. И, как бы, стыд, он приводит к тому, что вы себя плохо чувствуете. Вот. Ну, повторюсь. А основная проблемочка заключается именно в том, что у вас была подправа. И ее не проработали бы. Кхм. Кхм. Эм. Не совсем понятно, работали ли вы с психологами до этого. Если работали, то какой был опыт. Вот. Потому что, ну, если вы работали, то какой-то эффект, в принципе, должен быть от работы, ну, вы, как будто вы хотите сказать, что никакого эффекта нет. Если вы не работали, то, ну, тогда вопрос, почему. Там что-то стоялось, что может быть. И так далее. А, немножко отдельным пунктом идет вопрос, связанный с тем, как вы относитесь к сексу, именно вот, в глобальном, в смысле, в глобальном плане. Основное生活, надо пойти из ответ Mün друзья. У нас только есть packed, которой ехали асмени. Скорить God is a library. Мы сейчас со свет Lif communauté. Разв ticking и и стесне аром системе arises информ mess tragedy. Это очень важно на самом деле. Это очень важно на самом деле. И это очень важно. влиять на то, как вы вот взаимодействовать со собой и своими партнерами, вот, сексуальными партнерами в том числе. Это нужно разобрать, это все желательно, желательно этот момент, конечно, рассмотреть и разобрать. Вот, еще один момент, важно, это, если вы быстро рассказали, пожалуйста, мне вообще делать это нормальным слагом. Ну вот, наверное, это одна из трудностей, потому что нормальных людей, ну вот, как таковых, наверное, нет. В том смысле, что вы, как бы, уже нормальные, просто у вас есть в какой-то степени. Проблематика, да, у вас есть некие сложности, но это совершенно не значит, что вы ненормальные. То, что вы думаете, то, что вы считаете, что вы ненормальные, когда таки есть, вот, в том числе, да, само по себе, это есть проблематика, это есть проблема. То, что вы считаете, что есть нормальные люди, есть ненормальные люди. Вот, и, как бы, это, ну, то, что, в принципе, можно решить, это то, что, в принципе, можно, значит, подкорректировать. Вот, да, помочь вам это сделать, помочь вам подкорректировать этот момент, вот, если вы хотите, конечно. Вот, но постараемся только после того, как вы проработаете, вероятно, свою драму, потому что она вам очень сильно мешает. Но это очевидно, правда. Здесь это очевидно. Я надеюсь, вы не будете спорить. Вот, что еще можно сказать, что еще можно добавить? Ну, наверное, наверное, еще можно после этого, после этого обратиться к, возможно, сексологу, да, и уже с ним поработать. На предмет какого-то вот поведения. Потому что, ну, на предмет сексуального поведения, потому что это тоже важный момент. Если вы не открываетесь в интимной сфере, если вам тяжело, плохо болезни на это делать, то как бы тут тоже требуется помощь вам. Вот. Ну, это, в принципе, может сделать практически любой из наших коллег, ну, любой из наших специалистов может это сделать, может вам помочь. Вот. Вы не пишите, сколько вам лет, вы не пишите, какие у вас отношения с родителями. Хотя это было бы очень важно, это было бы очень. Кстати, это была бы очень такая полезная информация. Ну, ладно. Не пишите и не пишите. Значит, может быть, я могу не ходить пока пытаться, но ничего страшного. Вот. Просто для, так сказать, полноты картины это было бы весна. Ну, весна, кстати. Будет. Вот. Вот. Значит, такой примерно ответ я могу вам дать, да? Так примерно я могу вам ответить, наверное. Добавить? Добавить, наверное, в принципе, это больше нечего, в плане того, что проблем, конечно, есть, проблему нужно решать, безусловно, безусловно, проблему нужно решать. Вот. Вот. Ну, а то, как ее решать, вот именно то, каким образом вы будете решать проблему. Ну, наверное, в большей степени зависит от вас, наверное. То есть, если вы захотите, да, то проблема решается. Да, может быть, не сразу, да, может быть, там, потребуется, потребуется, точнее, какое-то время, безусловно, для решения этой проблемы. Вот. Ну, проблема решается. Решается. Вот. Я бы не сказал, что она, проблема, значит, к сожалению, решается быстро. Вот. Это было бы, наверное, неправильно. Вот. Ну. Проблема решается. Вот. Значит. Ну, вопрос, который к вам возникал. А, как часто вы подавляетесь в свои игры? Как часто вы говорите о своих чувствах и, ну, высказываете о своих чувствах? Как вам комфортно? Вам комфортно, когда, например, допустим, контролируют вас или вам комфортно, когда контролируют вы? Как у вас обстоят дела с тем, чтобы говорить нет? То есть, как у вас обстоят дела с, ну, отказом другим людям? Легко ли вы это делаете? Легко ли отказываете? Ахм, в чём, в чём-то людям? Вот. Если нелегко, то, в чём сложно выключаться? Ну, то есть, из чего нелегко? Из чего вам сложно отказать, ну, отказать человек в каком-то? Вот это тоже достаточно такой важный момент. Это то, на чем вам стоит подумать. То, что вам нужно пришли для себя, ну, для себя, для дальней психотерапии. Вот, потому что для психотерапии это очень, очень будет полезно. Делал пресс, который я поднял, что здесь, ну, пресс, потому что это позволит пол-картину создать вам. Вот. И, наверное, я думаю, что вы испытываете достаточно такой, мне кажется, серьезный стресс, когда реализовываете некие свои желания интимные. Я думаю, что вы испытываете достаточно серьезный стресс. И, может быть, может быть, в частности, из-за стресса вы испытываете такие сильные эмоции негативные и так далее. Но это не точно. Поэтому тут нужно смотреть, да, дополнительно смотреть, дополнительно анализировать, дополнительно исследовать. То, что, вот, то, что, вот, происходит с вами. Потому что, вот, то, как вы это хотите, то, как вы к этому стремитесь. То, как вы, значит, значит, реагируете на последствия. Ну, все-таки, я бы сказал, так, достаточно показательный стандарт, да, то есть это именно вот, именно, ну, именно показательная технология. Здесь. И, она является, ну, в какой-то степени ключиком. К тому, чтобы лучше вас понять. Вот. Так мне это видится. Но, вот. Ну, на текущий момент. По крайней мере. Так мне это видится на данный момент. По крайней мере. Я не берусь утверждать. Это наверняка. Безусловно. Пока, что это просто гипотеза. Вот. Ну, то есть, не гипотеза является, а история про вашу травму. Вот. Потому что, очевидно, что, вот. Ощущение такой вот нелишенности. Ощущение, вот, потыдности. Вот. Своих, ну, своих желаний, своих действий, своих потребностей. И, у них, о том, истинствах. И да ищут. И, их линия. в какой-то степени продолжает это всё на вас сейчас влиять. Вот, поэтому так вот просто, может быть, вам от этого не выйти. Вот, ну, в любом случае загадывать, буквально, сейчас не будем, да? Вот, нужно, по работе нужно, чтобы вы выговорили с ними, чтобы получила облотную связь. Вот, я бы, я бы вам рекомендовал бы ещё обратиться в врачу, на всякий случай просто к общему врачу, чтобы после что-нибудь укрепляющее, чтобы вы были немножко спокойнее, чувствуете, что вы извинчены. Вот, на психотерапии может быть реакция достаточно негативно. То есть, я не уверен, насколько вы готовы сейчас к психотерапии. То есть, нужно убедиться в том, что вы готовы к психотерапии. То есть, что вы готовы к психотерапии. И, важный момент, это то, что вы обратились к психологу только после того, как, ну вот, вы сами сказали, после того, как отчаялись. То есть, вы отчаялись и обратились к психологу. Вот. Хочется спросить, вот, какая именно тенденция вас к этому подвела? Да, то есть, почему именно вот только в самом, так сказать, крайне, ну, в самом последнем случае, когда, когда вы отчаялись уже, как вы сказали, вы обратились к нам, почему вы не обращались раньше, когда, например, у вас были сложности в рунике и прочее. Вот. Ну, я вот не обвиняю, поймите правильно, я просто хотел быть понятным. Ну, потому что, вполне вероятно, что этот момент. тоже является, ну, вот, важным. Вполне вероятно, что этот момент является, ну, одним из определяющих. Вот. Хотя тут, безусловно, могут быть нюансы, вот, ну, тем не менее. Тем не менее. Вот. Значит, в принципе, наверное, на этом можно закончить уже, я думаю, этого, пока что. Хорошо. Достаточно будет. Э-э-э-э-э-э-э.. Да, это вам для того, чтобы, может быть, несколько лучше себя пока что понять, да, может быть, несколько лучше понять то, что вы сейчас на данный момент хотели бы для себя. И, соответственно, уже после можно будет что-то вам рекомендовать, ну, может быть, такое более... более целенаправленное, да, скажем так, вот. Хотя... 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 Основные моменты я вам, в принципе, уже озвучил те, которые меня видят. Не отчаивайтесь, в любом случае, все проблемы решаемы. Вот. Было бы желание, но, ну, если... Если у вас... Да, вот, если вы... Если вам хочется... Эээ... Проблему решить свою, да, то вы ее, конечно же, решите. Вот. То есть я тут даже не снилась в этом. Вот. Важно, чтобы вы именно этого хотели. Вот. Стану-стану, если... Если не хочется, то... Или если какие-то, вот, сомнения, да, есть, то... В таком случае, конечно, проблематику решить будет довольно проблематично. Вот. Ну, тут всеми... То... Пссс... Псс... 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 Вот. 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 А... Такой ответ я... Могу вам... Дать. А... На этом... В принципе... Я надеюсь... Что... Это... Было вам... Полезно. Надеюсь... Что... Для вас, чтобы это было... Как минимум... Мне будет интересно. Надеюсь, что... Определённые выводы... Вам... Будут... Сделаны. Потому что... Эээ... Ситуация достигает, конечно. Я так понимаю... Некого своего такого пика. И... Вам... Сейчас... Достаточно... Тяжело... Достаточно... Трудно. Вот. Поэтому... Эээ... На мой взгляд... Ну... Нужно... Эээ... Срочно... Брать... Эээ... Ситуацию... В... Свои руки. Вот. Нужно... Срочно... А... Что-то делать. Ну... Вопрос... Кто... Конечно... Что-то делать. Да? Хотели бы... Вот... Двигаться... Куда-то. Вот. Эээ... Все. На этом... Я... Желаю вам удачи. Эээ... Я... Желаю вам... Эээ... Всего... Самого доброго. Я желаю вам... Эээ... Эээ... Решения ваших проблем. Вот. Какими бы они... Какими бы они... так... Вот. Вот. А... Удачи вам. Удачи и... Обращайтесь. Т הא... Репостя... Ёжу стрем... Репостя...